всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня в крыму солнечная погода но несмотря на то что есть солнце на улице достаточно прохладно поэтому если едете в крым обязательно берите теплые вещи сегодня мы с вами находимся в замечательном крымском поселочке в гурзуфе сегодня просто побродим по его улочкам посмотрим набережную и вообще что здесь происходит в межсезонье погнали а начнем мы свое путешествие с одной из самых живописных улиц гурзуфа это друзья улица ленинградская она же является и самой протяженной улицей в поселке посмотрите вот здесь на этом месте всегда художники пишут свои картины с великолепным видом на вот эти горы на вот эти домики посмотрите это черепичная крыша сохранилась в общем обожаю этот поселок очень живописная улица сейчас пойдем в сторону моря посмотрим что на набережной а потом уже побродим по самому поселку по его улицам мвд россии не знал что мы прям здесь находится посмотрите друзья ну не прекрасен ли гурзуф в это время года вот такие здания ведь еще сохранилась деревянная резьба некоторых местах сам поселочек летом конечно переполнитесь много людей но в это время как видим людей немного поэтому мы с вами по полной насладимся этим местом вот это же ведь и приезжают люди устраивают фотосессии когда нет людей но в самом поселке и это круто так нам нужно не помешать и поскорее пройти запишите как вам осенний гурзуф были ли вы здесь осенью когда-нибудь атмосфера осенняя совсем другая не то что летом мне безумно нравится вот так бродить практически в одиночку хотя люди есть сегодня у нас что за день вроде бы четверг но все равно лень так много как летом смотрите эта улица вымощена вот такой плиткой видите каждый магазинчик каждый салон возле себя украшают территорию и это большой плюс вообще мусора не вижу есть урны за поселочком следят это хорошо еще раз напомню что здесь нет какой-то навязчивой рекламы все сделано ну так в одном стиле ничего глаза не бросается вина архитектура самого поселка и это плюс куда же без гурзуфских кошек эти люди здесь подкармливают как не рассказывала местная жительница что за каждой бабушкой здесь закреплен участок где они подкармливают готов мы обязательно еще сходим к памятнику кошки скульптуре это первая скульптура которая появилась еще в крыму посвященная котам но гурзуф и то есть город кошек друзья так вот такой здесь пышное дерево листья напоминают инжир хотя инжире не знаю растет ли до таких размеров так друзья что это за дерево ну-ка в комментаторы вы все понимаете все знаете давайте напишите да друзья это инжир ничего себе это самый огромный инжир который видел в крыму вы даже еще висят фрукты но они высоко видите падает листва создает нам атмосферу осеннего гурзуфа все спускаемся прямиком на набережная здесь у нас видите домики такие тоже старинные расположены чайки помните чайки атаковали мой квадрокоптер здесь его опасно запускать но мы все равно это сделаем так ну что давайте спустимся по этому спуску подыматься будем уже немножко по-другому там находится дом-музей дача чехова возле нее все это же поснимаем не знаю работать ли она в это время если да то посетим и опять навстречают гурзуфские кошки ой не пугайтесь хотелось погладить на одного коренного местного жителя приходится 12 котов дети поглажу друзья смотрите какой пушистый шикарный мех у него сам он тоже не худой и на что подкормленные греется сейчас на солнышке лайк за котов идя на набережную справа у вас будет территория санатория гурзуфский друзья именно там находится произведение искусства фонтан богиня ночи к сожалению попасть сюда не так просто хотя можно и бесплатно он работает в вход туда работает в определенные дни в определенное время в общем как повезет но постарайтесь все-таки попасть и посмотреть на этот фонтан это просто просто он великолепен и однажды там бывал уже когда-то вам показывал если вдруг мне когда-нибудь еще удастся туда попасть обязательно вам это покажу ну вот мы уже приближаемся к главной набережной как видим гуляют люди здравствуйте таковы откуда мы из гурзуфа местная смотрим вот сколько времени я работаю в турфирме а у вас ни разу зал это можете выключить потому что мы уже я не знаю можно можно конечно вы еще несколько дней будьте ялте надо это здорово так что в гурзуфе такое интересно можно посмотреть куда пускают сюда в парк не попасть на спутник вы пройдете спокойно сами знаете вы сюда туда ходите а вот парк фонтану не пропустят на вас пропускали важен но тогда они давно еще когда были экскурсия с экскурсия проходила записываю да отлично сейчас запишемся ну к чеку вы сходили ну ладит крепышу а то не было неделю куда сажено ладно спасибо большое давайте счастливо ой друзья самые позитивные мои зрители рад вас всегда видеть кстати местные жители что на удивление обычно местные меня не смотрят а здесь даже из гурзуфа очень очень приятно спасибо вам большое так сказали что якобы можно записаться на экскурсию к этому фонтану сейчас пойдем искать кассы и запишемся эти торговые точки еще некоторые работают поэтому сувениры купальники теплые носки вы точно здесь можете себе приобрести заходим с вами на набережную гурзуфа только что узнал насчет экскурсий экскурсия состоится в 1500 стоимостью 400 рублей но поверьте она того стоит я постараюсь все таки продержаться до этого времени в гурзуфе чтобы показать вам сегодня этот фонтан друзья так что смотрите ролик вы точно не пожалеете будет очень и очень красивый фонтанчик что я хочу сказать набережной гурзуфа посмотрите людей практически нет идешь наслаждаешься этой природой этими видами здесь открывается вид на гору медведь и чуть это делаем покажу видите все зелено все ухожено все здесь красиво обожаю этот поселок здесь нас тоже установлены какие-то скульптуры такие беленькие ну в общем кто хотя бы раз был в гурзуфе они в него скорее всего влюбляются как я полюбил этот поселок сейчас только ходить слушать море дышать этим воздухом идеальное время на море сегодня небольшой накат волн сейчас где-то спустимся поближе к пляже что посмотреть получше галька здесь такого красного цвета ладно пойдемте еще пройдемся по набережной и потом спустимся к морю что друзья как вам да сейчас квадрокоптер я думаю запустить полетать над гурзуфом показать вам его с высоты птичьего полета а потом уже мы с вами отправимся на улочки гурзуфа побродим по ним посмотрим что же там есть интересного посмотрите как просторно нет людей конечно летом здесь было очень много народа но сейчас вообще никого практически набережная групп гурзуф отличается от всех набережных всех городов крыма своим покрытием она вот такая светлая и за счет этого не знаю создается какое-то такое впечатление признак вам передать пока вы сами по ней не пройдетесь вы не поймете хоть есть участки где вот плитка тресного но все равно друзья на прекрасно вот такая набережная мне безумно нравится обязательно побывайте в гурзуфе в межсезонье потому что здесь царит совсем другая атмосфера не такая как летом когда много людей когда тут шум гамы какие-то зазывал и вот сейчас именно идет наслаждение крымом природой вы дышите воздухом получаете какие-то новые эмоции в общем вы просто отдохнете здесь реки тут кипарис это тоже красивый парк и однажды тоже показывал но сегодня пойдем с вами на фонтан так давайте выйдем уже на какой-нибудь бун чтобы посмотреть вид на гору аюдак как она выглядит с набережной этого поселочка какое сегодня море небольшой шторм у нас на фоне гора аюдак скалы отдалары вон они просто бесподобно так на край буна сейчас зайдем с вами что полюбоваться этой красотой поближе как вам такое море мне безумно нравится посмотрите цвет воды здесь такая мутноватая но там прям за видно что я чистое такой синего цвета насыщенного так идет большая волна и вот он сам гурзу обязательно сейчас взлетаем чтобы посмотреть на этот высоты птичьего полета с квадрокоптера эти красоты этот поселок шикарно просто погодка еще такая замечательная так немного приблизил гору аюдак чтобы можно было рассмотреть обычно над ней зависает какое-нибудь облако и висит там как и инопланетная тарелка но сейчас такого к сожалению нет друзья жаль что вас сейчас нет рядом насадиться вот этим крымом таким прекрасно и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Друзья, бросайте все дела, приезжайте в Крым, потому что здесь шикарно, просто смотрите, на это море, здравствуйте наши зрители, в общем рекомендую, просто наслаждение, в горах сейчас лежит снег, можно подняться в горы, пофоткаться со снегом, можно просто выйти к морю, подышать этим воздухом, сейчас он максимально насыщен Добавил субтитры DimaTorzok 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 смотрит на закат солнца но если ниже пойдете по вот этой улице то дойдете прямиком к даче чехова в общем друзья печаль в дачу чехова мы с вами не попали потому что туда требуется qr-код которого у меня к сожалению нет интересно в парк на спустят вот у нас и в парк не запустят река бабочка давай сделаем контент поэтому если захотите посетить музей какие-нибудь парке приезжайте с qr-кодом так вас не пустят но мы с вами не расстраиваемся потому что мы в горзуфе а здесь есть много чего интересного сейчас просто побродим по улицам поднимемся на одну гору с которой открывается буквально весь вид на гурзуф я и когда-то показывал он сейчас еще разочек туда заглянем еще вам ее покушать друзья иду по вот таким улицам не знаю может их кому-то во двор зашел если здесь вообще проход видите везде двери везде какие-то такие тропинки проходите небольшие так что у нас здесь и буквально вот за каждым углом видите можно пройти конечно гурзуф очень атмосферное место не знаю смогу ли я найти дорогу на тот холм в прошлый раз я спускался сверху и прямо на него вышел сейчас же я поднимаюсь снизу на снизу куча этих тропинок куда они меня приведут я пока еще не знаю но побродить видите не расходится туда идет туда куда идти непонятно давайте пойдем по зеленой хотя там походу нет прохода вот эти туда нам да там частный двор уже начинается видите тут легко заблудиться если вы не местный житель что уходить по таким булочкам нельзя для вас будет сложновато потому что непонятно куда мы выйдем в этот раз но они очень атмосферные мне нравится вот так побродить можно сказать по пустому городу до минимальное количество людей супер гурзуф построен просто на горе и вот так при подъеме лесенка идут дома вот крыша дома чья-то его он смотри как вид на горы открывается отсюда и вот так идем вверх нам кочи все время вверх пока не упрёмся в эту гору где находится смотровая площадка с которой открывается вид честно подниматься сложновато ешь даже запыхался так куда дальше сюда либо сюда де широко я хочу по той тропинке пройти потому что видно что по ней давно никто не ходил отказа рошина и заброшенная давайте пройдемся вы видите нас куда-то или нет к это что здесь тупик но нет она идет дальше видите как атмосферно несмотря на то что здесь видите много все практически вся гора укатана в бетон вот такую как в камне здесь очень и очень много зелени местные жители после своих домов высаживают деревья цветы и кустарники котов тоже тут выращивает привет куда нам идти дальше так планирую дальше отсюда подниматься видите очень и очень зелено здесь и это радует что мы не в бетонных каких-то джунглях ходим а среди зелени так мне кажется что я заблудился как нам попасть на ту горку я очень не понимаю даже где мы находимся какой части гурзуфа потому что по этим тропкам иду сворачиваю туда сюда вверх вниз куда в итоге выйдем пока непонятно так но здесь я уже вижу признаки что рядом есть гора вот эта большая скала который здесь стоит значит мы идем в верном направлении вверху такого смотрите от прикольно сделали вот такую фреску повесили выглядит круто из плиток я сложили а такая объемная как 3d шная ну а мы идем еще выше так здесь ведь и пальмы и кипарисы в общем и камыши вот растут хуй все собралось в едином месте так мы вышли на какую-то улицу наша гора в принципе вон она дикий парис растут болит туда щеки очень далеко ладно буду искать проходы на ту горку нашел это место координаты я оставлю в описании под этим видеороликом чтобы вы могли забить их в навигатор и доехать сюда без проблем и нигде не заблудиться памятник природы оригинального значения урочище гора болгатура именно с нее открывается прекраснейший вид на гурзуф в прошлый раз когда я здесь был мне кажется что не было вот этих перил новеньких нужно пересмотреть мой ролик потому что мне кажется этот по скалам заводил да друзья их точных сто процентов не было я вот отсюда тогда лес по скалам а сейчас посмотрите как здесь сделали молодцы обустроили такую пешеходную тропу так памятник природы урочище гора болгатура здесь можно прочитать информацию это уже сами сделайте когда сюда приедете в общем я честно скажу доволен что здесь создали вот такую деревянную тропу идти очень удобно не лезешь по скалам я прошу раз это было летом если не ошибаюсь либо весной вот здесь по скалам карабкался чтобы подняться эту смотровую площадку а сейчас без проблем вот так по ней заходим наверх друзья шикарнейшая смотровая площадка видите уже открывается виды на море у нас а мы только начали наш подъем и на гурзуф вон какие горы просто если у вас нет квадрокоптера но хотите посмотреть на гурзуф с высоты птичьего полета то конечно же вам нужно попасть в это место тем более сюда можно с детьми уже она обустроена все легко все безопасно вот тропинка заканчивается дальше идет они даже тоже сделали он вообще молодцы слушайте установили скамеечки на пути я прям очень этому рад но все я поднялся на вершину посмотрите какая красота друзья видно буквально все вот она гора аюдак здесь у нас и артек внизу и пансионат гурзуф и ривьера не пансионата отель крутой просто виды бесподобные и конечно же у нас горы внизу виноградники здесь установили скамейки вообще молодцы посмотрите такая круглая смотровая площадка со скамеечками просто прийти посидеть полюбоваться закатом с этого места будет одно наслаждение смотрите на эти горы это великолепно и вот он гурзуф вон там на набережной мы только что с вами были уже добрались до этого места конечно бесподобные красоты крыма вот эти горы я там еще ни разу кстати не был но когда-нибудь их посещу видят эту горку наверху стоит беседка ветров называется вот там я тоже хочу когда-нибудь побывать но это уже ближе к зиме когда выпадет снег чтобы по снегу там побродить по вершине конечно крым бесподобен согласитесь виды ух ты смотри какой-то мост вы на въезде в гурзуф есть мост и первый раз его кстати заметил обычно кажется казалось что там обычная трасса когда ехали да тут там такой прикольный мост вот так что новое уже увидели так еще один заметил вот за кипарисами какое-то здание с лестницей как они его построили во первых на горе на это это же заповедник считается во вторых что это такое верите прошлый раз когда я был я его не заметил отдайте мне его я здесь поселюсь сделаю себе однокомнатную квартирку здесь хоть и небольшую но панорамные окна у меня будет вот такие с таким видом на горы друзья просто великолепно согласитесь хотели бы жить вот в таком месте чтобы вас вид из окон был вот такой я бы очень этого хотел так еще есть второй этаж давайте поднимемся на второй этаж и реально что это здесь такое было в таком месте у друзьям и нашли новую смотровую площадку смотрите здесь такая плоская крыша ты реально как смотровая площадка по ходу бы задумалась как смотровая площадка это здание внизу скорее всего какой-то магазинчик отсюда виды получше конечно чем там где скамейки стояли смотрите на эту друзья красоту мне просто захватывает дух вот крыла сейчас конечно начался сезон строек везде все гудит шумит он какая-то гостишка строится с другой стороны что-то строится но виды бесподобны просто весь гурзов у нас на ладони он ведь и люди тоже пришли сюда там скамейки находятся мы чуть выше этих скамеек состоим по высоте скрытая такая смотровая площадка вот отсюда нужно делать фото с видом на горы красота так решил подснять немного на телефон потому что здесь можно зумировать приблизил все эти горы эти виноградники посмотрите как все выглядит так давайте немножко переведем на горы видите там уже тучки зацепили за вершины гор видно прям всю мощь все величие той природы этих гор просто невероятно однажды мы с вами покорим эти горы пешком туда поднимемся он видите даже внизу виден этот мост по которому вы сто процентов проезжали это главная трасса наверху белая . и то есть та самая беседка ветров куда я хочу попасть зимой смотрите друзья крым прекрасен виноградники леса горы море вот по центру сейчас камень это красный камень там находится поселочек там озера на днях возможно туда попаду покажу вам природу тех мест ну отсюда уже открывается у нас видно медведь гору на аюдак смотрите какая она величественная просто по сравнению со зданиями на гигантских размеров море отсюда даже вот видны и скалы а доллары вот они нас спрятались за это рисами а сейчас мы переместились вместо которое я называю гурзуфская рублевка друзья сюда конечно трудно добираться находится на прям под горой болгатура но скорее всего если вы были в гурзуфе то вы не посещали это место из просто такие красивенные стоят отели домики и пропадает ощущение что ты где-то в крыму кажется что какой-то другой стране у них такая очень необычная архитектура ну сами думаю все видите и искать и очень чисто высажены тоже растения различные но круто вот такие места есть кому-то еще роза у нас цветут здесь зелень так идем ниже согласитесь необычное место в гурзуфе мне она очень нравится вот там чей-то замок находится на горе шикарнейший просто но эти все домики тут номера скорее всего сдаются если вы вдруг здесь отдыхали напишите нам в комментариях чтобы мы почитали как вам отдых здесь и вообще цены на номера в таких отелях очень будет интересно узнать не только мне но я думаю и всем зрителям смотрите просто какая-то италия так здесь уже за замком солнце не попадает сюда сожалению спускаемся ниже смотрите как растения по стене плетется шик эти все местные жители любят природу высаживает у себя кучу растений ну приятно на это смотреть честно скажу доволен что есть такие жители которые вот так относится к своему поселку и даже горшки с цветами здесь стоят цветы тоже какие-то необычные в общем очень красиво вот это место мне прям нравится в гурзуфе согласитесь приятно же ходить по такой части города вот тоже кто-то строится ведь он верху уже готов один этаж видом под древность такой заказ тоже есть деревянная резьба вот такие деревья все выстрижены красиво и здесь такой потайной спуск кажется что здесь тупик но это единственный выход отсюда сам поселочек видите казалось бы куда дальше здесь стена но нет здесь у нас лестница который ведет вниз все уходим с гурзуфской рублевки спускаемся в гурзуф по вот такой лестнице знаменитый гурзуфский код он друзья здесь постоянно в этой вазочке спит греется на солнце не будем его тревожить пусть отдыхает котейка дальше ой друзья да и даже себя погладить уже видно что такой старый есть на нем и побои разная драк с котами просто шикарный но мы идем дальше все котейка по к прям с листьями там спит ой мурчит слышите я коты любят вот так да и задержишь ну все с вас лайк коту все прощай кстати что еще хочется заметить на въезде в гурзуф на центральной улице сделали новый асфальтик посмотрите ни одной кочки ни одной ямы нет поэтому даже можно заехать в поселок но далеко вы не проедете потому что улицы узкие но вот где-то припарковать машину и уже отправиться на экскурсию по этому поселку в общем молодцы я доволен что гурзуф меняется просто в лучшую сторону с каждым днем смотрите ки горы мы однажды вас покорим первое письменное упоминание о гурзуфе встречается еще в шестом веке в трактатах про копия кисарийского о постройках сейчас гурзуф поселок городского типа с численностью населения около 9 тысяч человек можно себе представить что еще в начале 19 века гурзуф был маленькой никому неизвестной татарской деревенькой насчитывавшей не более 40 дворов лукоморья топ зеленый сладая цепь на дуб битом и днем и ночью под ученый все ходит по цепи и кругом идет направо есть не заводит налево сказку говорит кому неизвестны эти строчки с детства не случайно я вам о них напомнила одна из версий гласит что именно здесь находится дуб который вдохновил александра сергеевича пушкина на написание этих строк конечно есть и другие места которые претендуют на владение пушкинским дубом но нигде в них нет лукоморья лукоморья это как в школе морской залив спадающий в него рекой только здесь в гурзуфе река вонда впадая в черное море образуя подобие лукоморья со стрелой лукоморья и далее в прологии к поэме Руслан и Людмила мы читаем следующие строчки у моря видел дуб зеленый под ним сидел и кот ученый своим несказок говорил конечно во времена пушкина здание этого бассейна не было оно закрыто теперь на ремонт парк еще тоже из этого места великолепно просматривался весь морской берег ну и котиков священных животиков здесь конечно как вы имели счастье видеть великое множество потомков ученого кота дубу этому 450 лет дуб конечно уже чувствует себя неважно но ученые с Никитского ботанического стада приезжают его подлечивают реанимируют инъекции ему делают да вот он на особом учете вот когда экологи приезжают первое что они спрашивают так как чувствует ваш дуб и приходят сюда проверяют вообще как бы за ним следят вот перед вами одна из красивейших губонинских гостиниц она была построена уже самая последняя в 1891 году вот весь архитектурный комплекс гостиниц он был решен в одном стиле но элементы дизайна фасады повторения абсолютно не имеют хожесть и изящество зданием придают такие навесные террасы балкончики украшенные дизайном кожевом который просвеживается славянские восточные греческие и другие мотивы здание строили из местного камня крымского плотного известняка камень не шлифовали не подбирали по размеру клали так чередуя большой маленький в общем как рисунок видел мастер в итоге получался полигональный рисунок а в строительстве вот такое сочетание камни и дерева даже получила название крымская эклектика губонинские гостиницы они отличались не только внешним великолепием но и убранство внутри высокие потолки паркетные полы уже тогда была подведена холодная горячая морская вода были установлены души ванны печь и камины были устроены в комнатах ну и конечно сами номера были обставлены роскошной мебелью гуляем по территории санатория горзовский честно вам скажу здесь невероятно красиво осенью обязательно к посещению возьмите экскурсию я взял билет за 400 рублей поверьте оно того стоит экскурсовод рассказывает много интересной информации но честно скажу мне хочется вот так побродить одному по парку потому что посмотрите какой он он шикарный мне нравится одиночку гулять вот такие-то губонинские гостиницы дома прибыли ли как и там раньше называли парк просто весь в зелени тут такой чистый насыщенный воздух вам просто самим нужно почувствовать и здесь очень много истории в этом парке происходило поэтому берите экскурсию вы не пожалеете она того стоит в прошлый раз когда я здесь был половина фонтанов не работала но сейчас посмотрите друзья какая красота все фонтаны почистили вода у них смотри какая чистенькая просто шикарно сейчас мы будем двигаться в сторону фонтана богиня ночи он вообще самый здесь красивый который есть обязательно на него посмотрим здесь очень необычный ландшафт парка смотрите посреди парка протекает вот такая река вода бежит с гор и ведь я к ее обустроили это русской реки и получается можно пройти с двух сторон и сделали вот такие мостики со скамейками на которых можно посидеть послушать шум воды в общем молодцы парк безумно красивый еще раз повторюсь есть такие столетние сосны здесь даже есть секвой в общем друзья мне нравится ну а мы уже подходим к фонтану к нашему про который который я вам хотел показать но по пути сейчас покажу вам банановую рощу она здесь тоже есть так смотрите вот она растет просто самая большая банановая роща вот такая вся зеленая ведь листву собирают выносит отсюда красота конечно смотрите друзья сейчас солнце так красиво подсвечивается у нас невероятно только ради вот этого места я и купил билет на эту экскурсию фонтан богиня ночи самый красивый фонтан крыма я здесь уже второй раз в зене у ощущения просто не передаваем какая-то энергетика вам здесь нужно тоже побывать выглядит безумно красиво историю про него вы можете посмотреть в моем прошлом видеоролике из гурзуфа ссылочка на который оставлю в закрепленном комментарии обязательно его посмотрите друзья просто великолепный не зря задержался сегодня попали с вами в парк в парк кстати можно без qr-кода впускают с экскурсией поэтому ради этого фонтана вам стоит тоже приехать в гурзуф но смотрите он работает не каждый день на сайте гурзуфского санатория смотрите такие дни можно попасть на экскурсию чтоб не приехать и домой потом не уехать без таких эмоций конечно я под впечатлением действительно лучший самый красивый фонтан крыма где еще вы видели лучше скажите мне фонтаном с истории он древний поэтому таких местах нужно обязательно побывать вам просто наш дух захватывает от его красоты он сейчас работает не на полную мощность летом когда здесь был поселить от струи было и побольше мне кажется их было но все равно не вероятно ходить ванночка к нему близко не подойти и свете окружно все водой люди туда бросают денежки чтоб вернуться сюда еще раз но я сюда точно еще вернусь и не один раз потому что место которое мне очень нравится здесь возле фонтана вот такие львы с ними тоже есть история смотрите мой прошлый ролик а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok